Александра Мурахова В ряде спасателей пас в Ставрополе хрупкая девушка пришла со своим лаборатором Янтой. Теперь Александр живет с тремя собаками. Две из них Янта и Света на службе в пас. Подрастает и 10-месячная Вайта. Александра не представляет жизни без них. Я думаю, что каждый боится потерять свою собаку. Каждый этого не хочет даже, наверное, представлять. Тем не менее, страшные случаи, к сожалению, собаками-спасателями происходят, и никто от них не застрахован. Как положено в кинологии именно по спасению людей, собака – это инструмент по предотвращению различных чрезвычайных ситуаций. И бывают случаи, когда гибнут наши любимые животные, но в первую очередь они сотрудники. Они также, как и мы, выполняют свою работу. Мы привыкли к тому, что собаки могут искать пропавших без вести или людей под завалами. Но, как показала практика, без лабораторов не справиться и на местах крупных ДТП. При сильном ДТП ребенок, взрослый, ну не важно, у нас уже подал ребенок, то есть все без сознания, никто не может подтвердить, кто в машине. Он выпал и улетел более далеко. Он еще жив, все вроде проработали в участок, ничего нет, никто ничего не сказал за ребенка. Каждый день Александра тренирует своих собак, и на поиск людей их навыки заточены на отлично. На своем опыте корреспондент блокнота решила проверить умения лабораторов-спасателей. Ну, наконец, я потерялась, я дошла до этого места, сижу, смотрю, что будет, как быстро мне найдет собачка, и у меня уже есть четкие инструкции по поводу того, что я должна буду сделать. Ну вот, в общем, мы идем. Так, у собак на службе проходят тренировки. За каждое правильно выполненное задание их ждет награда. Резиновый мяч, обозначающий зарплату. Чем больше шариков, тем лучше лабрадор поработал. И на личную жизнь Александра находит время. Общаясь с ней, невольно задаешься вопросом. Как такой хрупкой, симпатичной девушкой умещается огромная любовь к людям и миру вокруг. Продолжение следует...